На старт! Внимание! Марш! В профессиональном состязании приняли участие 20 человек. Жюри добивалось от водителей высокого уровня мастерства. Это плавность вождения. Дальше у нас прохождение было упражнение «Змейка». Третье, четвертое – это задним ходом загнать автомобиль в гараж и параллельно на парковку. Дальше упражнение было круговое движение задним ходом. Насколько уверена, конкурсанты совершают манёвры, проверяли необычным способом. В стаканы до краёв налили воду и установили на крыше каждого автомобиля. Задач водителей – не разлить. Теоретические и практические навыки конкурсанты демонстрировали на своих рабочих автомобилях и микроавтобусах. Все задания не из лёгких, но и водители непростые. Среди их пассажиров – госслужащие и первые лица региона. Это для поднятия боевого духа нашего, чтобы более качественно выполнять свои служебные обязанности. Действительно, это очень полезное мероприятие для слаженности нашего коллектива. За плечами Геннадия Якунина 30 лет стажа, 17 лет за рулём троллейбуса. И даже для такого опытного водителя на этом конкурсе есть подводные камни. Сзади колесо. И по нему ориентируешься, и проезжаешь, смотрим по зеркалам, чтобы не сбить ни одного конуса. О сбитых конусах, а следовательно и штрафных баллах, переживают не только водители, но и их болельщики. Сегодня, конечно, холодный день, но это мероприятие даёт тепло, поэтому болельщики не расходятся по домам греться, а остаются здесь. Хочу, чтобы было меньше штрафов. На соревнованиях отметили не только победителей. Заслуженные награды получили водители, которые доставляют гуманитарную помощь на Донбасс. Наши водители неоднократно возили и грузы, и людей для города Докучаевска. Это наш город Побратим. Глава администрации города Побратима попросил отметить его наградами водителей, которые выполнили свой профессиональный долг. Первый конкурс среди водителей областной администрации не станет последним. Члены жюри обещают новые интересные испытания, чтобы профессиональное мастерство конкурсантов становилось выше. Александр Инин, Марина Елькина и Андрей Беляков.